здравствуйте друзья у меня тут выкроется часок времени до темноты и я выскочил на речку фольму в нашем городе хагин вот прям возле аэрбодзамта в центре города попробую немножечко по стритфишинг и попытаюсь поймать пары друзья буду я сегодня гонять палочку студия мини гиши женя соловьев не дал погонять свою палку хронотакт читаю по немецки без претензий пожалуйста значит ct 60 02 с уэль мы разрываю значит тест по леске по разрывной нагрузке лески 24 лб по весам от 0 3 от 0 6 до 3 грамм скомпоновала с катушечкой 3 не я же не у меня так и отдал полностью готовую оснастку свою снасть перни скажем так свою это ссоры 2000 катушечка и 02 п его ривасовский шнурок 014 флюрик но и начну ловить на блесенку от олик фишин два с половиной грамма 1 стандарт под форельку разкрашено другая золото что первые забросики и далеко делаем под ноги просто сплавляется медленно вращаем катушечку и блесна просто сносится течением естественно подыгрываем сначала три веерных заброса такие недалеко можно сказать под ногами тут речка то в данном участке речка переплюйка потом кинем чуть дальше серединке сейчас и пару забросов потом под стеночку и папа вот была поклевочка видела форелька стукнула небольшая форелька сантиметров 20 попробуем еще раз туда же подбросить не все попробовала приманка несъедобная больше не хочет 1 чуть дальше тут где-то километр выше по течению в прошлом году был пожар на химическом предприятии и в речку было сброшено очень много химикатов и очень много рыбы погибло честно говоря даже не думал как первый раз приехал сюда на открытие шестнадцатого часа думал просто проверю осталось здесь хотя бы что-то нет оказалось рыбка живучая опа опять выходила видео маленькая форелька выходила за блесной рыба оказалась живучая опять же центр города я приехал уже под вечер наверняка уже здесь ни один рыборов прошелся то есть рыбка наколотая опа была еще поклевочка ты смотри есть все-таки здесь рыбка но пока слава богу первого места уже было несколько поклевок ладно попробую пройти чуть выше по течению выйти и кидать а потом вниз пройдусь время у меня есть буквально час может быть полтора до темноты поэтому ну как бы особо тут нету времени чтобы разгуляться опа есть прям под их хорошая форелька прям под камеру ух ты смотри что творит а хорошая форель дайте отпущу сейчас опа посмотрите такая ближе к 40 сантиметров форелька вот она красавица сейчас сейчас мы тебя быстренько сфотки мы амнистируем форельку отпустил пусть подрастает нашумел вряд ли здесь будет еще поклевка но попробовать надо и добывает что вот каким-то причинам собирается прям несколько штук форель и на определенных местах поэтому надо все равно обязательно попробовать и опять же поклевочка где-то была в середине реки хотя она тут имя переплюйка на сколько метров 15 от силы но вполне возможно что под стеночкой осталась под стеночкой вполне возможно осталась не наколотая рыба ну уже как бы слава богу что только начал рыбачить уже несколько поклевок одна поимка грех жаловаться учитывая на условия в которых приходит опа нет это это зацеп было похоже на поклевку но это зацеп особенно учитывая что в каких местах мы ловим центр города вечер уже так что каждой поклевки надо радовать самое главное при нынешних ценах на дизель когда ловишь в своем городе чуть далеко это уже радует он в Голландию съездил туда обратно 80 евро заплатил последний раз пытался поймать судака и ноль было две поклевки то не факт что это были судаковые поклевки скорее всего там много леща скорее всего лещ просто бил по приманке поэтому водоемы свои конечно домашние надо беречь рыбу я здесь уже много лет отпускаю не беру потому что если еще и у себя возле дома всю рыбу выбивать то что потом делать будем поэтому вам друзья советую если есть возможность понятно если рядом нет наблюдателей которые вас могут спалить то рыбку лучше все-таки отпускать когда есть какая-то вероятность что вы сможете опять ее поймать через какое-то время проводил сейчас опять был ударчик перевернула блесну но судя по всему совсем небольшая форелька слава богу что она еще здесь есть конечно не сравнить когда я в 2004 году вступил в это рыболовное общество тут рыбы просто было море ну вот это именно центр был закрыт ловили немного ниже по течению но либо выше там потом когда открыто был цен когда уже открыли центр там достаточно было на 2-3 часа выйти и там поймать 20-30 форелей ничего не стоило ну к сожалению сейчас времена совсем другие рыбы стало в разы меньше и здесь все-таки в первую очередь я считаю это большое количество кармаранов нырков это их которые выбивают эту рыбу на ямах и второе конечно это экология что бы тут ни говорили германия следят за экологией вдоль речки стены заводов и постоянно из труб что-то сбрасывают на прошлой рыбалке шел прям нефтяные пятна шли вот вам и показатель отношения к природе не так все это гладко ну и конечно же очень-очень большой фактор это увеличение количества рыболов когда я здесь начинал рыбачить ну за лето проходишь ходил почти каждый день потому что когда приехал я сюда из Подмосковья там у нас форели не было и когда надыбал эту речку где есть форель ходил почти каждый день сюда хотя бы несколько часов и можно было за все лето там встретить несколько рыболов то сейчас там карточку берешь там тысяча четыреста там какой-то лето естественно что такой прессинг для такой маленькой речки очень большой еще удивительно что здесь вообще какая-то рыба есть причем к сожалению большинство рыболов рыболов забирают размерную рыбу а есть такие которые и неразмерную забирают и естественно рыбы становятся все меньше и меньше туда хоть и запускают рыбу но как правило это запускают малька и из него выживает очень небольшой процент этого малька потому что здесь как бы те же кармараны хищники выбивают эту рыбу да и плюс наверняка другие факторы есть как экология и прочее но не вся далеко не вся рыба выживает поэтому всем рекомендую в своих водоемах где есть такая возможность конечно рыбу отпускать тогда у нас будут шансы что мы еще что-то половим может быть и наши дети видите в самом начале казалось бы там такое место хороший подход там все собаками гуляют кто-то малую нужду справляет ну такой кто-то там дурачатся камни сейчас видел молодежь сидят там кидают такое место в котором ну обычно там рыба распугана она там была а пошел выше по течению вроде тут потише и людей должно быть поменьше потому что подхода нету а поклевок нет хотя в прошлые годы вот здесь вот под стеночки под этими кустами довольно неплохо ловилась форель экология сами видите какая коляски коляски вот эта грязь чем дальше чем становится хуже скажем так чем больше беженцев тем меньше культуры конечно коренные немцы в возрасте не позволяют себе такого швырять сюда воду и стаканы пустые бутылки и прочее прочее хотя молодежь сейчас тоже уже относится к природе пофигистически скажем так запросто могут погрелить бросить тут все бутылки грильницу там остатки еды бросить на берегу реки все нормально конечно это не радует не радует как глаз вот эта вот мусорка кругом посмотрите дозы какие-то валяются салфетки бумажки упаковки это конечно не есть хорошо но это реально что делать еще раз повторюсь слава богу что здесь вообще еще рыба осталась забрасываю прям под стеночку под кусты там в прошлые годы всегда стояла рыба и только начинаешь проводку купала приманка и уже идет поклевка но видать не вся выжила после прошлогодней химической атаки и 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 В принципе, 3 грамма такой, достаточно правдивый тест. Часто бывает, особенно на каких-то недорогих китайских спиннинг, стоит спиннинг там до 3 или до 5 граммов, он реально до всех 15. Вот здесь все четко. Палочка легенькая, приятная, конечно, что там говорить. С одной стороны, как бы эта палка не для течения, но здесь как бы мелко течение, оно не самое быстрое, скажем так, поэтому вполне комфортно на нее здесь ловить. У меня были еще сомнения, думаю, не морковата ли она будет. Нет, спокойно можно ловить на реке, по крайней мере, вот на такой, как фольма наша. Заброс постоянно приходится контролировать, чтобы в стенку не улетела, потому что кидает палочка. Отлично. А нам в данном случае дальний заброс не нужен. Нам главное под стеночку, ближе к стеночке положить. И потом, прям под камушек я положил. И вот сейчас дадим просто бресне сплавиться слегка лишь, подкручиваем катушку, чтобы была натяжка. И уже когда вот бресна становится, релеска становится параллельно берегу, тогда уже мы немножко быстрее выматываем, чтобы не было зацепа. Поклевок, кстати, больше не было, как в начале было несколько поклевок, поимка и все. То есть сказать, чтобы эльдорадо было, не могу. Ну, в принципе, вот уже несколько дней, днем температура там поднимается, ну, ближе к 20 градусам, скажем. Естественно, что и растет температура воды. И форель, ну, по идее, должна быть более активна. В принципе, при уваживании, там, когда эта клюнула форелька, она такая, скажем так, она была. И я ее не мерил, конечно, не мучил. Ну, сантиметров, наверное, 35-38 вот такая вот была форелька. Ну, достойная такое сопротивление давала, довольно бойкая рыба. Видно просто ее не так много. Либо наколото. Опа, была поклевочка. Но опять что-то мелкое клюнуло. Ну, вот посмотрите, молодежь что творит. Видите, выплыла упаковочка. Что-то скушали и по резке запустили. Красиво же плывет. Культур-мультур, понимаешь. Ой, кстати, вот где у меня была поклевка, сейчас с плеслом был небольшой рыбки. Еще раз проведу. Ну, опять же, бывает вот так вот, кидаешь, раз влетает небольшой хариус. Раньше вообще хариуса было достаточно много, и его даже разрешали брать. Сейчас он в нашей земле в Красной книге, то есть даже если попадается, естественно, его все отпускают. Ну, последнее время тут, я как бы думаю, все-таки в этом больше виноваты кармараны и экология, что их стало меньше. Потому что, ну, не так часто вот хариус попадался, там за сезон даже в прошлые годы ловил, может 5-6 штук за весь сезон, когда ходишь. Это не так много, и я и тогда, когда можно было брать, всегда отпускал. Да, и думаю, что большинство нормальных рыболовов делали то же самое. Поэтому я не думаю, что на количество хариусов сказалось большое количество рыболовов или как прессин, да, скажем так. Время летит быстро, солнце село уже, сумерки. Сейчас попробую еще поставить на червячка, на червячка немножко половить. Буквально 15 минут, и рыбалка окончена. Уже почти темно, но рыба села, тоже не маленькая. Сейчас посмотрим, удастся ли ее завести в пацак. Хорошая рыбка. Ну, поменьше, чем та была, но тоже по 30-ку. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Есть. Сейчас я вам ее покажу. Друзья, вот такая вот форелька. Не знаю, как это видно, будет уже сумерки. Вот он, белый червячок. Сантиметров 30 форелька. Супер. Мы эту тоже, палка еще какая-то попала. Мы эту тоже сейчас, красавицу, отпустим. Давай, иди. Ну что ты, давай, уходи. Ну, блин, никак не хуйня. О, поплыла, поплыла. Все. Живи, родная. Ну, еще до полной темноты пару забросов сделать можно. Включал камеру, вклюнула небольшая форелька, перестал подматывать исход. Ну, крючок уже подзатупился заранее. Почти темно, но посмотрите, какой здесь мусор. Чемоданы, это все наши беженцы с востока. Как появились, этот мусор весь пошел в реку. Все, что не это самое, я не знаю, наверное, может в Сирии или не знаю, где-то там, в других странах, откуда они приехали. Это норма, в реке весь мусор кидать. Ну, вот так вот, там коляска вдалеке. Просто пипец какой. Что творится. И бутылки, все это. То есть, фактически, река стала мусоропроводом. Все, что можно сбрасывать. Если там лет, я не знаю, около 20 назад, когда начинал ловить, вот редко, когда такой мусор увидишь, что теперь это просто помойка. Говорю, жалко, вот сейчас освещение. Плохое не видно. Просто помойка. Огромное-огромное сожаление вызывает. Ладно, вот под мостом передорожного вокзала сделаю пару забросов и буду заканчивать. Скорее всего, просто уже темновато и форель. не видит приманку. Это все-таки не ночной хищник, хотя и попадается ночью тоже. Но, все-таки, в основном охотится форель в светлое время. Приятный шум реки. Все, буду рыбалку заканчивать. Вот такая вот красотища. Две рыбки поймал. Несколько поклевок, один сход. Рыбалка удалась. Плюс палочку от студии мини-гиша погонял на реке. Короче, я удовольствие получил, чего я вам желаю. И, как говорится, всего хорошего. До новых встреч. Пока, друзья.